Добрый день всем, у микрофона друг, это студия игрокам ТВ и у нас ГЕС СИКАП. Ну что, 1-8, продолжается 1-8 данного турнира. Команды играют сразу же в плей-офф, то есть турнир не долгий, турнир до 29 марта играется. Ну, соответственно, никаких групповых этапов, ничего такого. Просто мясорубка, Best of 3, выиграл, пошел дальше, проиграл Best of 3, ушел готовиться к следующему турниру. Все, G7 у нас играет против команды FiveEva, Miracle и его дружбаны против команды G7. Ну, G7 слабоватый, конечно, коллективчик, но с другой стороны, кто вообще знал, что вчера, например, команда TNC сможет Invasion оказать серьезнейшим образом. Правда, не до конца, конечно, не додавили, но G7 тоже могут сделать небольшую, но сенсацию в данном матче. Посмотрим. По пику. Инвокер у команды FiveEva, на нем будет отыгрывать Chibix. Ancient Operation также для FiveEva, Juggernaut для Miracle, Leon, на котором играет Полосон и Язера играет на Бристлбеке. Со стороны G7, Килей играет на Skyros Magi, Loom забирает себе Драгон Найта, Кенжи играет на Некрофосе, Нгои Май играет на Клокверке и Vengeful Spirit также для G7. Одну секундочку, по звуку все настроим сейчас, а то тиховато. Вот так вот. В принципе, все. 5 секунд осталось, можем начинать. Ну, что вообще по данному турниру? Составили сетку таким образом, я вам, в принципе, да, в принципе, сейчас, наверное, время есть, давайте таблицу выведу. Сетку составили таким образом, что сильные команды встречаются с относительными аутсайдерами. В каждой паре, как видите, E-Home уже тут наказали, вышли дальше. Вот победитель пары 5-Eva против G7 будет играть против E-Home. Signature тоже у нас вышли, и Arcanus вышли. Видите, что коллективы, которые играют против более-менее известных коллективов, как 5-Eva, E-Home, Arcanus, Signature, CSW, коллективы относительно, ну, не сказать, что ноунеймовые, но то, что топ какие-то места и вообще где-то в турнирах серьезно себя не показали, это 100%. Ну, как видите, уже E-Home ждут своего оппонента, и оппонент определяется именно сейчас. Для тех, кто нас смотрит сейчас и вдруг очень сильно сочувствует азиатской доте и хочет ее смотреть, прошу понять, у нас на повестке матч между Hellraiser и Balcan Bers Corleone. Это матч за выход с первого места в Join.MLG Pro League. Поэтому, как только Хэйры начнут играть у нас в BBC, кастер в нашей студии пока один. Я прошу любить и жаловать. Вот, поэтому кастить будем Хэйр против BBC. Как только там Хэйры и BBC начнут, сразу переключимся на них, потому что... Потому что это важно и интересно. А то, что здесь, тоже важно, тоже интересно, но, наверное, не так, как Balcan Bers Corleone против Hellraiser. Там мясорубка должна быть полнейшая между Хэйрами и BBC, потому как победитель данной пары сразу же у нас отправляется на лан-финал. А проигравший в этой паре, опять же, матч Best of One. То есть, тот, кто проиграл, выходит на второе место, стыковой матч со вторым местом группы B, европейского дивизиона B. И там команда Empire ждет уже своего оппонента и будут рубиться за местом на лан-финале. То есть, проиграть BBC или Хэйрам, ну, это уже заведомо огромные и огромнейшие неприятности. Потому как рубиться с Empire в катке Best of One, ну, по-моему, я бы не пожелал сейчас действительно ни одной команде Join.MLG Pro League таких испытаний. Посмотрим. Будем надеяться, что Ашеры разберутся с BBC. А потом с BBC разберется еще и команда Empire. Ну, просто потому, что там ребята, которых мы знаем, любим и за которыми интересно наблюдать. Ну, ладно. Это будет потом, это будет позже. Это у нас будет 16 сет. Сейчас у нас на часах 15 с копейками сет. И на повестке FiveEva против G7. Там, если что, опять же говорю, на более важные матчи успеем переключиться. Ну, по лайнам давайте сразу пробежимся. Ancient Operation саппортит у нас Miracle в лесу. Пока полосом гоняет крипов туда-сюда. Ну, и дабл-отводы, собственно, тоже понятно. Ну, и в миде расположился Chibix от команды FiveEva на инвокере. Квас Векс инвокер. И Язера играет у нас на Бристлбеке в сложной. Против Язеры трипла из двух хороших саппортов. Саппорты, которые на линии просто могут довести до, вообще, до белого коленя. Любого из игроков, тем более стоящего в соло. Даже такого колючего, неприятного героя, как Бристлбек. Я говорю о Венгее, я говорю, конечно же, о Скайрос Маге настолько доставучий и неприятный саппорт. Который может спамить чем угодно. Любым своим спелом может спамить и с руки нормально наваливает. Ну, и Некор. Некор на фарме. Это керри Некрофос. А это, прошу заметить, слишком серьезно, чтобы не обращать на такие вещи внимания. Ну, все, по лайнам разобрались. Так, я так понимаю, вы картиночку, да, смотрели? Бывает, бывает, бывает. Все, собственно, по турнирной таблице, зато все все поняли. Ну, что, у нас забрали Бриста и сразу же переходим на нижний лайн. Здесь цепляют Полосона. Возможно, это будет еще и второй фраг для команды G7. Вон, в любом случае, начало для коллектива, который играет у нас за Дайр, более чем приятное. Развалился Бристлбэк. Вроде бы толстый, вроде бы крепкий. А по факту, те самые саппорты, о которых шла речь, его и расковыряли. Ферсблат у нас забрал. Сейчас посмотрим ФБ. Все-таки за Скайра с магом. Есть чем плевать, есть чем дамажить. Тут, собственно, и Бристу. Не так-то просто стоять на данном лайне. В миде как обстоят дела? У Чибикса уже 18 на 5. ЕМП, кстати, по луну и сразу же в спинку колдснэп у нас по Драгон Найту. Кстати, Драгон Найт давным-давно забытое вообще противостояние Драгон Найта на миде. Но Чибикса поймали и очень быстро развалили. Сбросились по нюку, по спеллу. Чибикс у нас отъезжает в таверну. 2-0, G7 начинают вполне уверенно. Так вот, Драгон Найт на миде. Я уже и не припомню, когда это было последний раз. Это давнюшний тренд, тот, который вообще в последние месяца 2 точно не используется. На моей памяти ничего такого не было. Вот, поэтому интересно будет наблюдать. Но G7, я так понимаю, немного нестандартными пиками берут. То же самое вчера делали TNC. Они взяли мипу в мид, потом они взяли... Кого же они взяли? Ну там нестандартная сборка, нестандартные герои, нестандартная была реализация. И Invasion еле-еле справились вообще с TNC. Такой напор, такая радость вообще, что можно новые какие-то веяния в доте еще наблюдать. Что не все сыграно и старые тренды возвращаются у нас, да и новые создаются. Ну, Некрофос на керри это еще артстайл тема. Насколько я помню, тот Некрофос на керри от Ивана Артстайла Нави разваливал. Правда, не до конца, конечно, не додавливали. Но Нави там, я помню, потрепаны очень сильно. Были, по-моему, в Старладере. То ли 10-й, то ли 11-й сезон. Первый раз я лично увидел Некром на керри. И это было... Это было очень интересно. Действительно интересно. Тем более, артстайл был на керри. Ну, ладно, это все так давно. Ну, просто китайская дота современная. И та дота европейская, которая не знала себе равных. По-моему, сейчас они поменялись местами. И китайская дота все больше радует более-менее свежими пиками. Европейская дота превратилась в нон-стоп ротацию героев. Из одной команды в другую. Из одного матча в другой. Набор персонажей где-то 20-25 максимум. И тусуется эта колода. И разные вприн... Ну, вроде бы разные, но это, опять же, все относительно. Относительно разные пики. А так, в принципе, одни и те же герои просто перемещаются с одного лайна на другой, из одной команды в другую. Ну, а здесь хоть какая-то новизна. Тот же ДК. Да, это древность, в принципе, но в последнее время действительно новизна. ЕМП. Под ноги Луну. Сразу же Сайвенс у нас ловит Леон. Луна могут добить. Спину ему Торнадо. Ну что, ловит Стан у нас Чибикс. Сможет ли уйти отсюда? Ну, должен успевать уйти. Маны, в принципе, нет. У Скайрос Мага, значит, Чибикс будет уходить. Все, Чибикс отсюда уходит. В принципе, ХП мало. Да и у Полосона мало ХП. Тут просто бы Вейв оф Террор или еще какая-нибудь приятная вещь от Винги. Ну и маны, если бы хватило, то, наверное, и двоих можно было смело забирать. 7 минут сыграли. По золоту Файфэва 5000, ой, 5000. 1000 просто и по голде, по золоту точнее 1000, по ХП 2000 в пользу команды Файфэва. Где там Миракл, кстати? Как у него дела с фармом? Миракл отправился в лес. У него мордеб маск имеется, имеется фейсбутс. Ну, пошел. Пошел нафармливать в лесу. Кстати, кстати, по-моему, да, вот точно такой же мечик недавно мне выпал. Спасибо, спасибо за поздравление. Просто упал в игре. Ничего для этого делать не надо было. ЕМП под ноги у нас луну. Туда же колд снэп. Лун без маны. Сюда же сразу прилетает Винга и моментально прилетает сюда Скайросмак. Ну, мидера сливать еще раз, это вообще неподобающе, в принципе, для любого коллектива. Ну, ДК сейвит. Вроде бы и ДК плотный, и ХП реген крутой, и левел нормальный. На восьмой минуте седьмой уровень у луна. Вроде все хорошо, но, опять же, один раз убили, смогут убить еще раз. Некр на топе. Выходит постепенно в Мекку. Готово уже хедреской. 400 еще на руках. Ну, тут, в принципе, по раскачке, собственно, видим. В один аура, в один садист, и деспульс в четыре. Ну, и, конечно же, рипер скайт. Куда без этого? Зачем еще брать некра? Сразу на шестом у нас вкачался кенжи в ульт. Клокверка. Шестой левел уже есть. Хукшот имеется. И хастат. Я думаю, тут в мид куда-то готовится выход. В принципе, есть клиенты такие, которых можно забирать. Тут же Ancient Operation. Врывается сразу же у нас хукшота. Ангуэма. Ну, и под батарея саут в когах. Убивают у нас Ancient Operation. ЕМП под ноги. Торнадо тут даже. Ну, будет ли бежать Чибикс? Будет бежать. Правда, не должно хватать дэмэджа. Да. Уходит у нас на 200 хп Клок под собственный тауэр. В это время на топе Бристалбека убили. И тут рипер скайт была проюзана. Ну, мы смотрели за противостоянием на миде. На топе, собственно, схема, в принципе, простая. Стан влетел. Здесь тоже, наверное, влетел стан. Ну, и рипер скайт очень быстро все дела расставил на свои места. 5-5. 3-4 пока проигрывают. По золоту, тем не менее, 500. Впереди по экспириенсу 2000. Также впереди коллектив 5-5. Это при одном снесенном тауэре со стороны команды G7. Ну, тут по фарму, видимо, беда какая-то. У Мираклак 4-300. 4-100 у Кенжи. 3-500 у Чибикса. У Луна 3000. На 500 по голде отстает от своего оппонента на миде. Ну, и дальше уже Клок идет. У которого 2-500. Даже немножко странно, почему 5-5 вообще по золоту выигрывают. По экспириенсу 2000 тоже довольно удивительная ситуация. По-моему, звуки в доте есть и нормально. Достаточно неплохо. Сейчас разберемся по звуку. В принципе, у нас там матч. Такой разминочный. Finger of Death. Кстати, Нгоэ в спину. ЕМП туда же. Ну, развалили. Пошли дальше ковырять Некро. Колдснэ под ноги. Без маны у нас Некрофос. Куда он полез и зачем он полез? Что еще более удивительно. Вот это действительно вопрос. Убивают в это время еще и Полосона. Ну что, минус 2. Со стороны команды G7. И точно так же минус 2 со стороны 5-5. Сейчас поднимем звук. Если вдруг у кого-то траблы. Сейчас глянем. Все. В принципе, должно быть в порядке. Все. 5-6 счет на данный момент. 500 по золоту 5-эво. По экспириенсу где-то 2.5 тоже 5-эво. Выход от G7 на нижний лайн. Тауэр сейчас будет сыпется. В принципе, никто-то и не помешает забрать этот Тауэр. Тут... Да и дефать по большому счету нечем. Глиф провязали. Но это так. Это просто потянуть время. Кстати, у Леона уже 8-й левел на 11-й минуте. Леон, по-моему, вполне хорошо себя чувствует. 25 на 1 еще и Крипстат у нас у Полосона. Побегал по лесам. Поднимает у нас ветра Драгоннайта. Как раз заканчивается ульта. Скорее всего, Драгоннайта здесь разберут. Ну, должны, по крайней мере. Бристлбэк. Гонит у нас Луна. На Луне уже 5 спреев. Еще парочка спреев. Лун бы развалился. Ну, хукшот у нас сразу же в Бристлбэка. Под батарея саут. Спиной стоит. Но здесь бесполезно в любом случае. Не дали Reaper of Sight проюзать. Раньше развалили у нас Бристлбэка. Пошли наваливать Миракл. 5-8. G7 понесли команду 5-5. Это даже немного удивительно. Ульта аппарата. Попадает только по Некрофосу. У Некрофоса куча хп. Миракл умирает. 5-9 счет. Ну, битые, ребята. Из команды G7. Ну, это, в принципе, не в счет. Мяка есть. Все. Фуловая команда G7. Была бы мана у всех. Можно было смело идти на Т2. Да, в принципе, и так можно идти на Т2. Тавру плевать вообще. Есть у тебя мана или нет. Просто приходи и бей его. У Луна появляется Огрклаб. Форстаф уже имеется у Чибикса. Форстаф из Нул Талисман. Вообще, давайте по героям пробежимся. У Джаггера Момфы Зы и до Яши 1000 по золоту. У Ancient Operation ничего, в принципе, серьезного, кроме Тапка, нет. Есть Транквилы у Леона. И у Леона остается 1000 до Даггера. Джаггера мы видели. Бристл Бэк, как нам себя чувствует. У Бриста печаль, честно говоря, по Нетворсу. Брист у нас второй с конца. Как так получилось? 0-3. И Азера. Вот это да. Теперь я понял, собственно, почему по экономике. Такой провал у 5F. Да, Брист просто печальный абсолютно. 7-й левел на 13-й минуте. Это при том, что Леон у нас почти 9-го бегает. Да, немножко странненькая ситуация. Кенжи готов тут, я так понимаю, подраться за Эншитов. Видели ли вообще это игроки команды G7? Нет, представления не имеют. Ну, хотя, наверное, имеют представления, но Вижена нет. Ну, ни одни, ни другие друг друга не замечают. Ну, мы-то, в принципе, все видим. Азера решил здесь себя на Vanguard насобирать. Как бы он сейчас Reaper of Sight не получил в лицо. И не насобирал бы себе 50 секунд в таверне посидеть. Сложно, сложно, сложно. Без артефактов Bristol, в принципе, мягкий достаточно. 116 хп. С Сикера бы сюда или с Зевсая поговорили бы. 55 хп. Я думаю, Bristol сейчас еще и отдастся у нас крипам. Нашли танка. Танк Ancient Operation. Даже немножко удивительно. 40 хп у нас у Азеры. 20 хп и бежать отсюда. ТП-аут делай или покупай себе Vitality Booster. Делай что-то срочно. Вот просто некр мимо пробегал бы, убил бы одной аурой у нас Бристлбека. Ульта аппарата пошла на топ. Не долетает до лайна. Останавливается в лесу. Ну, как я понимаю, аппарат просто решил прочекать, что у нас да как. 1200 на руках у Бристлбека. Даже 1300. У Ancient Operation уже готова урна. У Полозона тем временем 1700. У Инвокера 700 после Force Staff. Ну, у Талисман, Face Boots, Нигра и Женый Стик. Мы это, в принципе, видели. Яша готова для Миракла. Со стороны команды G7. У Некрофоса Мека. Ну, Талисман, ПТ. Еще 1100 сверху. Некр, в принципе, уверенно себя чувствует. 9-й левел. Все хорошо. У Керри команда G7. Со стороны G7 у Клока. 950 на руках. Chainmail, Rob of the Magic. И готовится выход в Blade Mail. Тут совсем немножко осталось. Ну что, будет ли врыв у нас на Миракла? Будет врыв, наверное, на Миракла. Но немножко попозже. Пока что развалили у нас Skyros Maga. Миракл сразу же. Не жалея ульты, чтобы не было Сайленсов. Чтобы не было какого-нибудь Мистик Флеера. Ну что, ульта аппарата пошла. Миракл убивает Вингу. Нет, Инвокер, точнее, забирает этот фраг. Но Миракл, в принципе, тоже поучаствовал. Бежит бедняга у нас от Деспульса. Бежит и собственным вардом хилится. Деспульс очень медленно летит. Но тут уже бесполезно. Не убивает у нас Миракла от Деспульса. Здесь драка продолжается. Налог и Пэ Чибикс. Без маны. Полосом тоже без маны. Чибикс умудрился кого-то еще и убить. Кого вообще и как? Инвокер убивает у нас в итоге Клока. Что это было? Форджи или как вообще так получилось? Ну и что я буду рассмотреть здесь, собственно? Метеор был, Бласт был. Ладно, посмотрим в следующий раз, что там вообще Чибикс у нас показывает на инвокере. Ульта аппарата. Сразу по троим. Просто сейвовая ульта. Надо было отогнать от Т1, а там уже попытаться самому заденай. Тауэр, в принципе, уже можно денай. Будет ли Леон этим заниматься или будут байтить на Тауэр? В принципе, глифа нет. Тут сильно не забайтишь. Тауэр вообще с двух-трех ударов рассыпается. Даже ТП толком сделать нельзя будет. 2.150 на руках у Леона. После этой пачки крипов, вот после еще одного крипа, уже практически готовый даггер будет. Да, 8 копеек остается до даггера. Леон на 17-й минуте нормально укомплектован. Но Топ-6 на карте, в общем-то, неплохо. Чибикс у нас Топ-2 на карте. Вот, встает он только от своего тиммейта Миракла. У Миракла в 8600. Ну и первый по фарму в составе команды G7 это Лум на Драгоннайте. Ну, то, о чем, собственно, вчера говорилось. То, что можно понаблюдать. Команда выигрывает просто-напросто на классе. Они лучше фармят, они опытнее в доте, без вопросов. Я не хочу сказать, что там больше скилл у кого-то. Возможно, игроки команды G7 очень и очень рукастые. И все у них получается даже лучше индивидуально, чем у любого игрока FiveEva или у всех вместе взятых. Ну, сыгранность это тоже очень важный элемент доты. Наработка комбинаций, наработка стратегии, умение взять себя в руки и держаться, в принципе, на одном уровне. Не делать ошибки. Ну, стабильность. Признак мастерства. Это правило ни в одном из видов спорта не отменялось. Дота у нас тоже, в принципе, киберспорт. Ну, все. Вот так вот. Вот так вот решили G7 исход данного матча. Сразу в пятером отвалились. У кого-то в клубе закончилось время. Ну, продлите на 20 минут. Я думаю, тут игра еще столько и продлится. Админ, 10 минут G7, пожалуйста. Ну, ладно, ждем пока вернуться. Сейчас глянем по новостям. Пока что там у нас с HR-ами BBC. Потому что Джоин Дота и MLG Pro League это прям классика отмены переносов, переносов и отмены. А потом еще раз повторить. Судя по ставкам, кстати, на сайте официальном Джоин Доты 83% за HR-ов. Видимо, просто фанаты BBC не заходят вообще в Доту. А на Джоин Доту неинтересно им, что там творится. Потому что, ну, я бы, конечно, не дал ни в коем случае 83% на победу HR-ов. Но, опять же, это все субъективно. Это субъективная объективность. Пока G7 не возвращается, так HR-ы против Балкан Берскорлеона. И сразу же после них играет команда Alliance против команды Power Rangers. Там ребята делят 5-6 место между собой. И, честно говоря, ситуация жуткая. Но, с другой стороны, матч интересный в любом случае. Альянс интересный сами по себе. PR-ы интересные, потому что это PR-ы. Наши горячо любимые. Ну, будем наблюдать. У HR-ов, BBC, еще раз говорю, там лютейшая катка будет. Там сражаться надо будет за каждый клаптик. И все это в формате Best of One. Ошибка просто-напросто запрещена. HR-ы, кстати, одну победу подарили Alliance. В противостоянии Best of Two могли смело выходить на первое место и вообще не париться. Отправлять BBC на Empire. И спокойненько ехать на лан-финалы. А BBC пусть там ковырялся бы с Empire, пока им силы вообще есть. Ладно. В принципе, это их ошибка. Ошибка шеров. Теперь придется ее исправлять. Либо лично, либо позволить BBC исправить все в свою пользу. На миде игроки команды G7. Тут на хайграунде Bristol Back. Уже у Бреста, кстати, практически готовая Мека. Здесь Мека давным-давно у Некрофоса. У Некрофоса, кстати, появляется Point Booster и готовится выход в... В Аганим. Skyros Mag. Разваливается у нас на миде. Пошла погоня за Клокверком. Клок на лоу хп. Вторнадо поднимается, наверное, разобьется. Нет, Клок живет. Меку провязали. Меркл без ульты. Бежит, в принципе, нормально. И скорость бега большая. И дэмэджа предостаточно. Клока развалили. Минус три со стороны команды FiveFever. Сильно битые Азеро. Чибикс тоже на половине хп. Ну и Полосанфуловый Меркл на половине хп. Важно то, что игроки команды FiveFever живы после файта. А вот G7 этим похвастаться в полной мере точно не могут. У Луна появляется БКБ. Пока еще не Юзалу. Кенжи. Две четыреста до Аганима. У Skyros Mag. Выходит потихонечку у нас Skyros Mag в... Ротов Атос. Став у Физердри уже имеется. Арканы есть. В принципе, как саппорт уже состоялся. Ну и здесь. У Бристолбека. Готовая Мека. У Инвокера, на котором отыгрывает Чибикс. Аганим. Вот это да. Вот это серьезные Инвоки. Вот это я понимаю. Настоящая рубка. Ну, то, что команда 5Fever выше классом, я думаю, это не обсуждается. Потому что... Ну, просто потому что так. Потому что... Поиграли уже у нас игроки-команды 5Fever. Поиграли в крутых турнирах. В топ-дивизионах. В принципе, этим не могут похвастаться их оппоненты. Там тоже вроде какие-то игры были. Матчи какие-то. Но все это относительно низкие градации турнирчики. Сами по себе без больших призовых, без спонсоров, без серьезных команд. Поэтому опыта безусловно 5Fever больше гораздо. Ну и Miracle тоже величина серьезная в азиатской доте. Правда, почему он играет в такой кривенькой команде, у меня вопрос. Потому что на общем фоне азиатской доты 5Fever, конечно, не всплывает. Тут, конечно, извиняюсь перед всеми фанатами данного коллектива, если вдруг такие имеются. Но 5Fever на китайской дота-сцене коллектив хорошо, если топ-15, топ-20. Китайской и вообще общеазиатской. Не только китайской. 5Fever у нас не китайцы. Вылетает опять вся команда G7. Даже немножко удивительно. И все в пятером вернулись. Дружная компания. Как вылетели, так в пятером и вернулись. Возвращаемся к данному матчу. Кенжи пытаются зацепить. Ультой аппарата не попали. А вот Finger of Death и Миракл, который с руки уже очень серьезно наваливает, разорвали у нас фармящего Некрофоса. Собственно, и недосадок, конечно, этого героя в том, что... Если его начинают бить, то ему очень-очень неприятно. Тем более от Джаггера серьезный перефарм. 16-й левел. Некор у нас там, по-моему, 11-го. Да, 11-го Некор и 16-го Джаггернаут. Ну, о чем можно вообще говорить? Сначала у G7 было ничего себе такое, а вот продолжение мид-гейм провальное. Но здесь уже на классе, собственно, игра от команды 5F. Гораздо сильнее. ЕМП под ноги. Ну, Келлэй здесь рассыпается. 14-9. Чибикс на инвокере. Unstoppable и... Ну, и я не вижу, честно говоря, продолжения для G7. Чем они собираются отвечать своим оппонентам? Кто там будет вообще убивать? У Драгонайта ничего на дэмэдж нет. БКБ только имеется. Ну, ХП тоже не так уж и много. При количестве дэмэджа от команды 5F, при Finger of Death, при ульте аппарата, при всех спылах от инвокера. Да, у нас Чибикс идет сейчас через ЕМП и Торнадо, но в файте, понимаете, не просто так он приобрел данный артефакт. А гоним все это для скорости каста. Это говорит только о том, что появляться будет по 3-4 спыла в одном файте от Чибикса. Посмотрим на набор. Ну, в общем-то, так, набор относительно ясен. Это будет Meteor, это будет Blast, ЕМП, Торнадо, ну и Cold Snap, наверное, на дорожку. Ну, раз ходится команда по своим половинам. Тут кое-как 5F позволяют себе, конечно, одиночные вылазки на вражеские магазины, но вот Скайрес Мага просто стерли моментально в пыль ульта от Леона и несколько ударов с руки от инвокера. Поймали на миде Мирекла. Ульта пошла от Некрофоса Мирекла. Отправили в таверну на 95 секунд. У Некрофоса немного совсем, 600 всего лишь у Кенжи остается до Аганима. Еще 500 золота, и у Кенжи 0,9 за единицу снесенного ХП. Это много. Это много на 12-м левеле, конечно. Но, с другой стороны, 12-й левел на 25-й минуте. Вот это мало. И почему у Некрофоса до сих пор нет даже приблизительно 15-го, 14-го, ну, я уже молчу о 16-м левелах. Это действительно вопрос. У Джаггернаута уже 17-й. Есть Лингенсфера, кстати. У Джаггера. Это от кого? Это, как я понимаю, от... Да, это от Некрофоса. От кого же еще? Кенжи поймали. Кирпич по голове у нас Кенжи. С отрясением мозга Кенжи отправляется в таверну. 16-10. По золотам. 13 тысяч 5-эво. По экспириенсу 15 тысяч. Все те же 5-эво. Ну, Джаггерс 7 немного здесь шансов, честно говоря, на победу. Опять же, лейт имеется, и лейт свое дело знает. Лейт, который уже выформил необходимые начальные артефакты. А что здесь с лейтом, как быть? У Драгонайта есть Даггер, есть БКБ. Но Драгонайт 13-го левела Смита. Здесь с боковой линии Миракл у нас вышел с 17-м левелом. Уже 4-2-2, хотя всего лишь. Но по крипам свой левел насуетил, насобирал. Под смоком во вражеском лесу. Чибикс у нас нет под смоком в Герст Волке. Должны все понимать. Опять же, здесь стоит Варт от команды G7. Мистик Флэйр под ноги у нас Леону. Леон очень быстро рассыпался. 16-11. Чибикса просветили. Ну, неужели не видят? Неужели непонятно, где у нас Чибикс? Это же не сложно. Да, Скайр Смак находит у нас Чибикса. Будут пытаться его здесь убить. Стан сразу же от Веншфул Спирит. Чибикса на запчасти разобрали. 16-12. Здравствуй, Фит. 1700 за одного инвокера, которого забрала команда G7. Где-то здесь Аппарат... Эээ... Миркл летает. Миркл ульту уже провязал. Все это в Луна. Лун под БКБ. Бежать отсюда как можно быстрее. Ну и пошел Миркл наваливать по Клокверку. Бристлбэк. Какой же неприятный Бристлбэк у нас в БКБ. В этой шляпе. Больших размеров. Колючий, мерзкий, болотный Бристлбэк. Ну что, ждем. Файфэва, в принципе, все есть для того, чтобы пушить. Да, инвокер, конечно, немножко стопит пуш. Любой из линий опять отвалились G7. Что ты будешь с ними делать? Ладно, пока. Немножко замолчу. Гляну, что у нас там по HRM-BBC. Как только начнется игра, сразу же услышите меня. И вернемся к трансляции. Продолжение следует. Продолжение следует. G7 опять возвращается в игру. 17-12 чего-то, они по золоту проигрывают 13 тысяч. По экспириенсу где-то, ну где-то тоже 13 тысяч. В пользу команды Файфэва. Ну, я думаю, с Эвеном здесь особенно ничего не светит. Надо уже собраться на вторую игру и там, в принципе, решать свои вопросы. Некрофос. Вряд ли тот лейт, который может вывести команду G7 в какое-то видимое преимущество. Что такое? Почему нон-стоп торнадо у нас от инвокера? Аганим есть. Всего лишь 3 секунды даже, в принципе, ульта у нас у Чибикса. О, возможность кастовать. Сайленс полетел в Чибикса, тут даже Рипперсайд. Ну все, с Аганимом Чибикса 90 секунд не будет на карте. Обидно. Нет возможности байбека. Отправляется у нас в таверну Чибикс. Драться будут без него. Ясера без маны. ХП много. БКБ есть, мека есть. ХП регент тоже большой. Миракл, влетай в ульту. Нет, Миракл не успел добежать до ульты аппарата. В итоге расходятся. Один в один разменялись. Но разменяли Клокверка на мидера команды Файфэва. Это в любом случае в пользу команды G7. Миракл по-прежнему топ-нетворст на карте. У него 17 тысяч. Практически 17. Фингер оф Дэс у нас от Леона. Ну и куда этот Фингер оф Дэс, я так и не понял. На лоу ХП у нас, кстати, Скайра Смаг. Переключается на него Миракл. Должен Скайра Смага забирать, да? Забирает. Пошел дальше наваливать по Кенжи. Ну и Миракл бежать отсюда. Линку сбили. Станы, если что, есть. Рипперсайд будет через 7. Через 5 секунд максимум. Лун пошла погоня дальше за Джаггернаутом. Правда, Джаггер у нас отправился совершенно в другое место. Миракл через лесочек, через деревья. Побыстрее в собственный лес. Там уже фармом заняться. По золоту 12 тысяч стабильно держится. Правда, по экспе до десятки G7 смогли преимущество Файфэва опустить. Клокверк собирается в Аганим. Иначе я и не представляю данную ситуацию. У Грэклап уже имеется. У Нгоэ Машоу. У Некра Аганим есть и 1700 сверху для Кенжи. Опять же, не забываем Мека. ПТ. Тут чуть-чуть полезных артефактов тоже имеется. Полосона на Леоне. Даггер, Форс Тафф. То есть Леон у нас уже настолько жирный. Ну что, Рипперсайд теперь в Леоне. Ну, Кенжи вообще видит цель. Сразу же реализует свой ульт. Ну, это полезно, потому что ульта откэдэшивается меньше, чем люди из таверны выходят. Миракл. На лох ЭП, правда, поставил Хеллингвард. Хеллингвард убивают. Ульта аппарата. Он просто в двоих, в троих врывается. ЕМП под ноги Луну. БКБ от Луна. В принципе, переживает нормально ЕМП. Живет. 16-го левела ДК. Ветра все-таки поднимается на последней секунде. Цепляет у нас Драгон Найта. Это все через торнадо. Ну, это уже в игре Инвокер. Смотрим на скорость каста и понимаем, что у нас вообще там происходит у Чибекса. По-прежнему в Векс у нас Инвокер отправляется. Ну, просто с руки Миракл убивает Драгон Найта. Ничего Драгон Найт делать особенно не может. Идет и терпит. Терпит и идет. Но у Джаггера уже есть Башер. Поэтому с этой скоростью атаки Джаггернаута это не проблема у нас разваливать кого угодно. Под Алакрити. Джаггер. Сейчас посмотрим, что там по скорости демеджа. Включи Мом. Ну же, ну же, Джаггер. Все. Мом уже попозже будет. Алакрити еще раз на Джаггера. Джаггер, где Мом? Мы хотим шоу. Ульта пошла от Некраи. Вот это ошибка. Миракл сейчас сможет, в принципе, развалить кого угодно. Скади провязал на Снекр. Сразу же ульта здесь и в Клокверка, и в Скайросмага, и в Венгу. Все огребли очень-очень сильно. Кенжи ульту в никуда отправил. Ну и это полнейший развал команды G7. Миракл бежит дальше по Т4. Айс Волл под ноги Луну. Это Тим Вайп со стороны команды 5-Fever. Ну и Келлинг Спри для Чибикса. Тауэр падает. Дефать нечем. Я думаю, надо писать ГГ. И начинает следующую игру. Пока ничего хорошего для G7 нет. И быть в этой игре точно не может. Падает нижний лайн. Можно смело отправляться на мид. Потом отправляться на топ. В принципе, топ подпушен. Это пачка крипов. За ней идет следующая. Топ через 2 секунды будет подпушен. Это уже после снесенного мида. Как я понимаю, что там у Джаггера по Хеллингварду. Да, Хеллингвард тоже имеется. Миракл просто ставит вард. И, ну, Миракл пошел туалетами заниматься на таборе. Ой, на хайграунде точнее. Под Алакрити, под Момом. Миракл 0.34 на атаку. 300 с руки. То есть 900 в секунду Миракл наносит с руки. 300 демеджа и 3 удара в секунду. Ну, это очень много на 32 минуте. Невероятно много. Опять же, без каких-то серьезных артефактов. Ну, да, Линка, но она не дает демеджа серьезно. 10 там, по-моему, дает... Или сколько к урону? 10, да. Плюс 10 урона дает у нас Линка. Правда, вот здесь вот, да, 40 урона. И здесь по урону немножко. Но тоже, это не МКБ, это не Дейдалус, это не Абисал Блейд. Это все, в общем-то, игра такая относительно. Это несерьезные артефакты. Тем не менее, Джаггер вообще шансов не оставляет в команде G7. Миракл сбили Линку. Будет ли... Нет, ульты еще 38 секунд не будет у нас у Некрофоса. Ульта пошла у Джаггернаута. На Кенжи переключается. Ну и, скорее всего, Джаггер здесь... Нет, Джаггер здесь не остается. На лоу-хп. Клокверк. Миракл на хайграунд поставил Хеллингвард. Мистик Флэйр под ноги. Ну, так можно убивать Джаггернаута. Почему он был здесь? Зачем он был здесь? Я так и не понял. Что он хотел доказать? Снесли два лайна. Просто разворачивайся и уходи. Ну, Джаггер заигрался немножко. Возможно, команда 5-5 уже обсуждает следующую игру. Или, может, уже пьет. Я не знаю, за свою победу. И немножко отвлекся у нас Джаггер. 28-17. По золоту. 20 с лишним тысяч. 5-5 по экспириенсу тоже где-то 17 тысяч в пользу коллектива. С Капитаном Мираклом. Ясера на лоу ХП. Тут даже ульта от Некрофоса. На 93 секунды в таверне у нас находится Бристлбэк. То, о чем я говорю. Рипер оф Сайд позволяет по 2 человека выключать в течение 1 минуты. То есть гораздо дольше люди сидят, чем Рипер оф Сайд КДшится. Здесь 60 секунд, 70 секунд КД. А людей по 90, по 120 секунд у нас может отправлять в таверну Некор. Это в любом случае плюс для G7. Но кто будет убивать? Кто будет доводить людей до того состояния, когда Рипер оф Сайд будет иметь смысл быть? Чибикс. Одного удара. Просто в спинку Скайрос Магу. Но здесь, конечно же, раскастовался. Леон полностью и Подкопы, и Фингер оф Дэс. Не пожалели Скайрос Мага. Вообще, глянем давайте, кто у нас кого и как убивает. 15 на 4 у Чибикса. Мид Инвокер. У него есть Линка, у него есть Аганим. У него 2 300 на руках. У Миракла 570 на руках. Это после бабочки. Ну дальше... Не Крофос только. Со счетом 7-5. У всех остальных отрицательный КДА. У всех вообще. Положительных больше нет. Но Ancient Operation в ничью сам с собой. Играет. 1-1-8. А так дальше ужас какой-то. 1-7 для Клокверка. 2-4 венга, но еще неплохо. 4-10. Скайрос Маг. Но единственный Кенжи в своей команде играет с положительным КДА. Команда FiveEver решила заходить на хайграунд. А что, собственно, тянуть? Следующая игра вот-вот уже. Ну и они знают, что там играют. Это шары BBC. Они сами, наверное, хотят побыстрее закончить и посмотреть. Я не против. Надо срочно им написать. Пусть подключаются. Потом не уходят с трансляции. Посмотрят, как играют нормальные коллективы. Ладно, шучу, конечно. FiveEver еще как нормальный коллектив. Миракл навалил у нас Луну. Лун, скорее всего, из файта уйдет. Ну, пожалуй, есть смысл. У Драгонайта меньше половины хп. Тут даже где-то к третьей идет дело. Миракл начинает наваливать по тавру. Дай ему Аллахрити. Чибикс, не жадничай. Сбили линку Джаггернауту. Ну, падает третья сторона. Пока команда G7 толком ничего не может сделать. Полосон на лоу хп. Кенжи поймали. Будут, скорее всего, убивать. Неужели не провязает у нас Reaper of Sight? Кенжи. В линку провязал Reaper of Sight. Вот зачем Миракл, собственно, линку и покупал. Мистик Флэйр под ноги Мираклу. Ну, здесь уже Чибикс решает все вопросы. Тим Вайт со стороны 5Eva. Падает третья сторона. Good game, well played. Поздравляем 5Eva. Легкая победа. Ничего особенного выдумывать не пришлось. Инвокер выформил и вкастовал все, что было необходимо. Чибикс отыграл игру на 5 с плюсом. За это его и поздравляем. Ну, ждем. Тогда ждем HRF BBC. У нас уже, получается, 15.59 сет. Время текущее. 17 часов по Киеву и 18 по МСК. Это означает только одно. Это означает, что пожелаем 5Eva удачи в следующем матче. А G7 возможности хотя бы отковыряться от 5Eva. И переключаемся на HRF BBC. Собирайте всех, друзья. Репостите все на стене ВКонтакте. Все, кто там есть. У нас сейчас не так много народу. Я смотрю на Твиче. Кликайте репост все, кто есть. Любые сейчас репосты будут важны. Ну и отправляемся в следующий матч. Joint.MLG Pro League у нас впереди. Напомню еще раз. Это студия игрокам ТВ. У нас тайбрейки, переигровки. У микрофона, друг. И рад буду в ближайшие несколько часов быть с вами на связи. Все. Услышимся через пару минут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok